Привет, мои дорогие! Да, да, как вы увидели из тайтла Сегодня вы узнаете о моем возрасте И это будет весьма шокирующая новость Потому что я сделаю двойной удар Я еще и расскажу про корейский возраст Да, я знаю, что возможно многие из вас уже и читали во влогах И не только влогах, но и в новостях И возможно учителя вам уже что-то объясняли Или друзья Или вы в принципе насмотрелись уже дофига видео по этому поводу Но я решила все-таки совместить два шока сразу Да, если вы весьма чувствительные люди И явно не готовы к такому, то лучше не смотрите А если все-таки вы готовы рискнуть своими нервами То запаситесь конфетками, шоколадками, корвалолом, валидолом Да, кому как пойдет Начнем с того, что же такое корейский возраст И почему он вообще здесь Ну, отдельное спасибо мы можем сказать Китае Потому что в свое время он бы изымел влияние на многое части Азии Не только на Корею, но и на Японию Многие вещи на самом деле действительно пошли именно оттуда Но с течением истории конечно же видоизменились Но что-то так и осталось на месте А это конфуцианское в общем-то учение В Корее оно все еще очень и очень мощное Я уже не говорю о конфуцианском летоисчислении Благодаря Конфуцию Ваше пребывание в утробе матери 9 месяцев Он округлил до года И в момент вашего рождения Вы уже готовали ребенок Да Спасибо, дорогой Конфуция Если не верите, мы можем спросить у знающего человека Ам... Извините Да Эм... Да Эм... Да Эм... То есть он есть Такое дело было в общем-то Почему я говорю что было На данный момент они так не делают Ни в Японии, что в принципе в старшем поколении еще можно найти Не в самом Китае И если спросить что-то про летоисчисления через лунарный Новый год И так далее О чем мы поговорили немножко позже То можно услышать следующее Извините Да-да-да-да А вот вы знаете, что такое прибавление по Конфуцию в возраст? Ага Спасибо О, вот-вот, молодое поколение Ага А есть еще в Китае такое? А вообще Вообще Нет уже в Китае такого возрастного исчисления И это правда Хотя здесь, в Корее, это есть И тут сейчас можно начать плакать нам, дорогим девушкам Потому что именно из-за этого я первые полгода, наверное, находилась просто в огромном шоке Мне прибавляли столько, что я вот просто из-за Сейчас вы со мной вместе шокируетесь Ну, как вы понимаете, благодаря Конфуцию плюс один год нам автоматом встает Потому что в Корее все еще это исчисление есть Но благодаря лунарному Новому году нужно прибавить еще один Да, сейчас это уже больше привязано непосредственно к обыкновенному Новому году По солнечному календарю Но здесь в Пусане все еще Как бы держится непосредственно за лунарный То есть если вы родились, например, в январе То только плюс один А вот как только вы перешагнули через лунарный Новый год Который двигается И у него есть такая фишка Двигаться Да То вам повезло меньше Ну, в общем-то, как и мне Да Я родилась в октябре Мне надо делать плюс два Я знаю, что много есть системы объяснений Я во многих из них запуталась И по факту сейчас в большинстве случаев считается непосредственно даже солнечный календарь Если вы родились, например, октябрь, ноябрь, август, неважно Вам сразу автоматом нужно прибавлять плюс два Вот сейчас время для осознания того, что вы на два года старше Возможно того, что есть, или хотя бы минимум на год Я долго объясняла им, что у девушки такой спрашивать европейской нельзя И что нас это, в общем-то, раздражает Когда наш возраст спрашивают Да А тут сразу год, а то и два Да Сейчас будет самая главная и страшная вещь Нет, ну правда Говоришь, я вообще-то европейка У нас такие вещи не спрашивают Как вы уже знаете, здесь, в Корее, как, впрочем, и во многих других азиатских странах Строение, общение с вами идёт из трёх вопросов Это ваше имя, это ваш возраст и, конечно же, где вы учитесь и работаете То есть полностью знать человеческий статус, чтобы знать, как с ним общаться Да-да-да, кто забыл, да Я тут оставлю и этикет, и, в общем-то, другие вещи И вот получается, что вы не можете отказаться от вопроса, сколько вам лет Потому что, по факту, к этому надо здесь привыкнуть Не важно, что я, на самом деле, до сих пор не привыкла и постоянно пытаюсь не говорить об этом Но, как бы, это имеет место быть И когда люди узнают не посредством мой возраст Они, конечно же, просто в офигенном шоке Сейчас это, наверное, произойдёт с вами Я надеюсь на вашу лояльность и понимание сейчас Да-да, готовы? Сейчас вот, как говорит Задорнов Наберите в грудь воздуха Ну или сразу закусите или выпейте валерьяночкой Я родилась в 84 году В октябре 22 числа Да, мне много лет К сожалению, к своей мечте я шла слишком долго Но я от неё не отказалась Я пробовала как могла Я понимаю, что многие из вас сейчас точно сопоставят многие вещи Если смотрели мои старые видео в плане поступления и 2011 год Я об этом озвучивала И, в общем-то, всё вот это здесь завязано И проблемы в институте были в некотором роде в большей степени связаны именно с возрастом Потому что многие не шли на общение Потому что разница была минимум в 10 лет А то и больше Ну, сами понимаете, дети в 18-20 лет А ты тут уже такой плюс 2 И попробуем объяснить, что тебе вообще-то обидно и больно Потому что, ну, как бы, ты таких планок не ставишь Ну, у них-то так нельзя И получается, что всё общение у меня сводится на то, что люди там со штырём в попе и как-то не очень Поэтому я и старалась не говорить свой возраст Теперь вы знаете, сколько мне лет И то, что по факту этого возраста мне здесь пришлось не сладко И всё ещё местами не сладко Потому что из-за этого возраста Плюс два И с работой тоже есть определённые проблемы И, в принципе, с обучением Для них это как-бы ауч При том, что на моём потоке в своё время были люди и из Гватемалы и из другой страны И женщинам было гораздо больше, чем мне Они меня старше были на 10 лет И я даже не могла подумать, что им столько лет Потому что они на этот возраст просто не выглядели Вообще! Неважно, что ты хорошо выглядишь Как только они видят циферку, всё Но я надеюсь, у вас не опустятся руки Теперь вы знаете, что у многих из вас тоже плюс два Да-да, дорогие мои Да-да-да, вот если вы уже за пределы февраля вышли Ну и, в принципе, с Новым годом Да, плюс два Угу Теперь мы можем вместе поплакать над этим моментом Ну что же, спасибо, что посмотрели Спасибо, что всё ещё остались со мной Если вам было интересно и вам плевать на возрастные категории И вы просто позитивный, креативный, общительный человек То не забудьте подписаться на мой канал Конечно же, оставляйте мне свои комментарии под видео В этом видео вместе со мной участвовала Люда из Китая Если вам что-то интересно про Китай, не забудьте заглянуть и к ней До новых встреч! Пока-пока! Не, я понимаю ваш шок, честно Сейчас начнется, что ты в умном, у тебя должно быть деньги, у тебя там должно быть деньги, у тебя там должно быть то, почему ты до сих пор не это, почему ты до сих пор не то Уже пепел сыпется с меня Люблю вас! Пока!